Пользователю Reddit, что самое странное вы находили в Даркнете? После чего вас связывали с этим человеком. За всем проектом стоял целый психологический спор о влиянии человеческих феромонов. Что меня удивило, что это то, что сам сайт не выглядел бы неуместным и в обычном интернете. Случайно попал на веб-сайт, где была страница, посвященная прибиванию жиле к стене. Полезно. Однажды, когда я серфил сайты в Даркнете, мне попался какой-то парень, который хотел купить около 5000 устойчивых к пестицидам клопов. Меня это немного обеспокоило. Один парень связался со мной в фейсбуке. Я работаю гробовщиком, и у него возникли некоторые вопросы о мертвецах. Ему недавно диагностировали опухоль головного мозга. Он обнаружил в Даркнете довольно жуткую услугу. Вас безболезненно избавляли от жизни, а органы продавали в специальном магазине. Часть прибыли отдавали родным погибшего. У парня не было страховки, а эти деньги могли бы неплохо обеспечить его семью. Он боялся не того, что умрет мучительно из-за рака, а того, сколько на него потратят родственники. Меня больше беспокоило то, как отреагировала бы семья на его поступок. Однажды я нашел форум, на котором людей связывают с киллерами. Некоторые из них казались довольно правдоподобными. Но моя любимая публикация была от какого-то парня, который предоставлял услугу удара по яйцам. Любого заказанного человека за 50 баксов. А за дополнительную плату он еще и снимал это на видео. Видел в глубоком интернете блог, где каждую неделю публиковали фотографию кошки, взятая из приюта вместе с небольшими историями. Помню, когда в середине 2016 года я решил снова проверить его. Последняя запись гласила, что кошка вышла на улицу и была сбита машиной. Натыкался на сайт, где продавалось печенье просто потрясающего качества с тонной вкусовых добавок. Там была куча рекламы сайтов по найму киллеров. Если бы я когда-нибудь стал по-настоящему богатым, открыл бы нечто подобное. Сайт с печеньками и наймом киллеров – просто убийственная комбинация. И то, и другое. Нанимайте киллера, но вместо того, чтобы избавиться от цели, он ей приносит вкусное печенье. Я нашла реальный продуктовый магазин в Даркнете. Там была страница с обратной связью, где один из клиентов задал вопрос. Почему все настолько дешевое? Ему ответили, что магазин торгует краденым товаром. Честность – их девиз. На словах, но не на деле. Блоги – обычные будничные блоги. Кто это читает? Почему это размещено здесь? Очень странно, но интересно. Хотел бы я найти их снова. Нашел свою почку со скидкой 80%. Группа из 4-5 человек, убеждающая 15-летнюю девушку, что жизнь бесценна, что самовыпил – не вариант. Для справки, она разместила на форуме вопрос, как лучше всего безболезненно уйти. Однажды я нашел форум, где писали психически неуравновешенные люди, которые серьезно пытались заразить себя ЗПП. Но там было всего несколько пользователей, а последний пост был больше года назад. Я видел много всякого, но одна из самых странных вещей, с которыми я сталкивался – это парень, который придумывал и публиковал кулинарные рецепты со своим семенем в качестве одного из ингредиентов. Затем он скармливал эти блюда ничего не подозревающим женщинам. У него был целый блок, но я так и не смог его найти сейчас. Меня удивило то, насколько Даркнет обыденный. Я думал, что каждый здешний пользователь будет каким-нибудь мега-хакером 2000. На самом деле, это был самый обычный интернет с большим количеством запрещенных товаров. В качестве оплаты используются различные криптовалюты, а не привычный нам PayPal. Там есть огромное количество стандартных скучных вещей, таких как блоги, чаты. Все просто анонимнее. Не знаю, как обстоят дела сегодня, но подозреваю, что многие сайты с продажей веществ больше не функционируют. Количество нерабочих ссылок просто поражает. Да, тоже это заметил. Я предполагаю, что там должен быть какой-то сайт, содержащий в себе функционирующие ссылки на другие ресурсы. Держу пари большинство пользователей Даркнета, куча потных извращенцев, обсуждающих теории заговора и торгующие нелегальным контентом. Помню, как читал одну тему на Reddit, где говорилось о чуваке, который занимался продажей картошки высшего сорта через Даркнет. Я видел, как кто-то продавал самые обычные бутерброды. Интересно, был ли на них спрос? Меня очень бесит большое количество рисковых подростков, которые любят притворяться безбашенными преступниками, размещая там материалы сомнительного характера. Продажа органов. Я знал, что увижу торговлю веществами, фальшивыми деньгами и так далее, но органы – это ужасно мерзко. У меня вопрос. Если Даркнет является настолько темным местом, почему люди покупают оттуда запрещенный товар, рискуя раскрыть свою личную информацию? Анонимные покупки через криптовалюты, оплаченные через одноразовый аккаунт, открыты под псевдонимом и с фейковыми данными. Это рисковано только в том случае, если человек не понимает, что делает. Удивляют до странности милые люди в подобном месте. У киллеров тоже есть свой кодекс чести. Количество людей, продающих учетные записи PayPal, на которых денег больше, чем их цена. Почему они продают их, а не обналичивают? Есть много сайтов и других мест, где можно купить подобные учетные записи в обычном интернете. Причина, по которой эти аккаунты продаются по гораздо меньшей цене, чем их наличность, заключается в том, что вывести эти деньги из PayPal практически невозможно без их отслеживания и последующей блокировки всех счетов. Вы не сможете просто перевести их на законный счет, поскольку это также поставит его под подозрение, что может привести к блокировке счета. Кроме того, эти учетные записи часто блокируются в течение 48 часов после покупки. Снятие денег через банковский счет даже одноразовый невозможно, так как PayPal проверяет каждую операцию. Я не уверен, актуально ли такое в наши дни, но эти счета в основном используются для покупки дорогостоящих лицензий на программное обеспечение или доступа к другим платным услугам в интернете. Как правило, лицензионных фильмов для перераспределения на пиратские сайты или личного использования. Они также могут использоваться для мошенников, продающих вещи в интернете. Мошенник отправляет деньги, продавец отправляет товар, а затем PayPal возвращает всю сумму обратно на мошеннический, а иногда даже блокирует учетную запись жертвы, думая, что она принимала участие в акте мошенничества. Именно из-за этого и происходит большинство разводов через PayPal. Я наткнулся на два блога, которые содержали довольно подробную информацию о том, как съесть человека наиболее эффективным способом, как провести акт некрофилии на кладбище. До сих пор не знаю, зачем мне нужна эта информация. Наверное, чтобы есть людей и развлекаться с мертвецами. В Даркнете был форум под названием Silk Road. Там можно было найти буквально все, от характеристик устройств до веществ. Продавцы часто спорили о том, у кого лучше товары, предлагая бесплатные вещи некоторым пользователям, чтобы они могли сами сравнить их качество. Нашел в Даркнете чертов рецепт лучшей пиццы, которую я когда-либо делал. Что ж, если я когда-нибудь зайду в Даркнет, то определенно буду искать рецепты, а не киллеров и вещества. Сварливая старая бабка пыталась купить автобус с 20 сидячими местами. Это происходило на одном из форумов Даркнета. Я видел в продаже RPG всего за 200 баксов. Даркнет это не только различные красные комнаты и шок-контент. Стандартная интернет-движуха там тоже есть, но даже так я не планирую туда возвращаться. Что за красные комнаты? Красные комнаты это прямые трансляции или чаты в Даркнете. Ведущие не только транслируют пытки в прямом эфире, но и позволяют зрителям принять участие в процессе. Что-то типа «Заплати 500 долларов и я сделаю что-то из ряда вон выходящее». Мой опыт нахождения в темной сети довольно непримечателен. Честно говоря, люди просто ценят свою конфиденциальность. Думать, что Даркнет используется только для незаконной деятельности, все равно, что допускать использование биткоина исключительно для отмывания денег. Я видел сайт, где вы могли заплатить профессиональному вору за кражу определенной вещи. Не знаю точно, правда это или нет, но опыт пребывания там был интересным. Киллеры дешевле, чем я думал, а некоторые страницы действительно выглядят довольно старомодно. Я всегда представлял, что у киллера есть удостоверение с небольшой фотографией и биографией. Такое же, какое вы получаете при взятии щенка из приюта. Познакомьтесь с Филом, он специализируется на тихих устранениях и скрытии всех улик. Хорошо владеет снайперской винтовкой. В свободное время он любит заниматься йогой, пешими прогулками и устраивать романтические вечера. Я пошел туда ради острых ощущений. Краем уха услышал о такой штуке, как Даркнет. Три худшие вещи, которые я нашел там. Сайт, где были самые мерзкие видео, которые я когда-либо видел. Судя по всему, они были сняты для отбитых фетишистов, которых не устраивает классика. Я ушел оттуда, как только увидел кровавую баню. Второе. Культ Ктулху. Третье. Форумы, где любители детей делились историями. Разные мразоты рассказывали там свои истории. С тех пор я никогда не заходил в эту чертову помойку. Теперь про менее жесткие мои находки. После загрузки страницы появляется название сайта, окутанное темно-синим фоном. Повсюду мигают звезды в далекой дымке. Веб-сайт встречает вас кнопкой с фиолетовой надписью «Начать». Когда я впервые зашел туда, у меня замерло сердце. Что же должно произойти после нажатия кнопки? Добро пожаловать на сайт со случайными фактами о котятах, прямиком из Даркнета. Нажмите кнопку «Далее». Для просмотра нового милого факта «Мяу». Я узнал, что именно кошки охраняли гробницы египетских фараонов, что, думаю, довольно интересно. Изменено. Немного про культ Ктулху. Точно не знаю, работают ли они еще. Это своеобразное агентство киллеров. Но от остальных их отличает то, что они принимают любую цель. Хотите, чтобы ребенок вашей бывшей жены исчезнул, когда она вам изменяла? Выполнено. И она тоже? Выполнено. А как насчет ее брата? Выполнено. У них также были дополнительные услуги, в которых вы можете заказать способ пытки или расправы над жертвой. Опять же, эти услуги могли быть оказаны кому угодно, у кого есть деньги. Я находил один сайт для анонимного раскрытия своих секретов. Потратил тогда добрый час, просматривая истории разных людей. Обычно там было что-то вроде «Я изменила своему парню» или реклама различных сильнодействующих препаратов. Иногда истории становятся более шокирующими. Я часто видел сообщения от разных извращенцев, в которых были просьбы отправить им своеобразный контент с детьми. Но есть кое-что, что я никогда не забуду. Один парень написал длинную историю о своей жизни. Он врач, который любит свою работу, пользуется уважением в своем городе, женат, имеет детей и счастлив. Но он также и серийный любитель побаловаться детьми. Далее он очень подробно описывал, что делал с каждой своей жертвой. Их возраст, пол и черт возьми. Я с трудом смог это прочитать, а пересказывать уж точно не в силах. Рынки запрещенных веществ. Я стал зависимым около пяти лет назад из-за одного Доркнет-рынка. Перепробовал уже множество разных препаратов. Никогда не думал, что вообще когда-нибудь стану употреблять. Тем более через онлайн-сервисы. Почему ты решил, что попробовать запрещенные вещества было бы неплохой идеей? Когда мне вырвали зубы мудрости, мне прописали Викодин. Сильнодействующее, обезболивающее. Это помогало мне заснуть, избавило от всех забот. Я действительно чувствовал себя счастливым. Регулярно употреблял эти таблетки, когда мог их раздобыть. Я знал, что серьезные вещества должны быть еще лучше. Поэтому хотел попробовать их. Когда мне это впервые удалось, я думал, что это только на один раз. Но продавец продолжал настаивать на том, чтобы я продолжал. Ведь так будет лучше нам обоим. Я перешел от таблеток, обезболивающего, к сильнодействующим препаратам еще до того, как начал употреблять алкоголь или курить. Под веществами мне хорошо, но я очень хочу бросить. Пять лет – это большой срок. Мое тело уже не выдерживает. Каким же дураком я был. Неудивительно, но я чувствую себя крайне глупо из-за того, сколько биткоинов я потратил на вещества, когда их курс колебался примерно на уровне доллара за каждый. Блин, я мог бы стать мультимиллионером. Натыкался на множество длинных сайтов, продающих специфичные препараты. Зашел на один и увидел, как на моем ноутбуке мерцает диод веб-камеры. Меня это сильно напугало. И теперь я один из тех помешанных на конфиденциальности людей, сидящих с одетой на голове шляпой из фольги. Смотри также истории с Reddit No Sleep или новый формат с мемами.